Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию к коринфянам первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать третью главу этого послания о содержании третьей главы. Апостол защищает себя от подозрений в самовосхваления и, стараясь не приписывать слишком многое себе, всю славу воздает Богу. Это с первого по пятый стих. Затем он проводит сравнение между Ветхим и Новым Заветами, показывает превосходство второго над первым. Это с шестого по одиннадцатый стих. Откуда делает вывод об обязанностях евангельских служителей и о преимуществах живущих в век Евангелия перед теми, кто жил под законом? Это с двенадцатого до восемнадцатого стиха. И мы читаем первый отрывок с первого по пятый стих. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И святитель Иоанн Златоуст пишет, потом, возводя их к высшему разумению, называет их, то есть верующих, посланием Христовым, говоря, «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово». И сказав это, он извлекает отсюда повод говорить о законе и опять называет их посланием своим, но в другом смысле. Выше он называл их посланием, потому что они служат для него одобрением, то есть одобрением его проповеди. А здесь называет их посланием Христовым, как имеющих в себе написанным закон Божий. Что Бог благоволил открыть всем и вам, все это, говорит, написано в сердцах ваших. «А мы приготовили вас к принятию этих письмен, как Моисей обделал камни и скрижали, так и мы приготовили души ваши, потому и говорит честь служения наше». Итак, в понимании апостола Павла, сами обращенные им веру христиане являются свидетельством его репутации. Через него Бог обратил многих, поэтому ему не нужны какие-то рекомендательные письма от других столпов церкви. Сами вот эти люди, обращенные им, они являются письмом Христовым, и эта истина, она запечатлена в их сердцах, то, что они стали христианами благодаря благовестию апостола Павла. Далее, 6 по 9 стих мы читаем, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Здесь он делает сравнение между Новым и Ветхим Заветом, уже показав, что есть преимущество Нового Завета перед Ветхим. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, имеется в виду буква, которая убивает, приговаривает к смерти, когда в законе сказано «проклят, проклят, проклят», но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Какой дух имеется в виду? Дух любви, дух сострадания, дух сочувствия и милосердия. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, «то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания». Действительно, служение смертоносным буквам, которые выносят нам приговор, сказано «не убей, не укради, не прелюбодействуй». И если ты виновен хотя бы в одном, ты становишься виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не прелюбодействуй». И если служение смертоносным буквам, которые были начертаны на камнях, было славно, что лицо Моисея изменилось, он стал светиться, когда он спустился с горы, его лицо светилось, и народ просил его, чтобы он покрывало одевал на голову, чтобы это свечение не распространялось. Но это служение осуждения, ибо закон – это прокурор, который обвиняет нас. И тем паче, то есть тем более изобилует славой служение оправдания. Это новозаветное служение и новозаветное учение. Как и Христос говорил, что он пришел не для того, чтобы погубить, наказать, он пришел для того, чтобы спасать и миловать. Блаженный Августин пишет «Как же животворит дух? Он обеспечивает исполнение буквы так, чтобы она не убивала. Пусть дух соединится с законом, ибо если ты принял закон, но помощи духа не имеешь, ты не исполняешь того, что в законе, ты не исполняешь того, что тебе повелевается. Пусть присоединится дух, пусть он помогает, так исполнится то, что требуется. Если же дух, то есть дух святой, дух любви отсутствует, то буква убивает тебя. Незнание не извиняет тебя, потому что ты принял закон. Теперь, узнав, что ты должен делать, незнание не прощает тебя. Почему же апостол говорит, буква убивает, а дух животворит? Таким образом дух дает жизнь. Вот эту мысль Блаженный Августин он однажды сформулировал очень коротко. Люби и делай, что хочешь. То есть, если подлинная любовь проникает в твое сердце, она не попустит тебе совершать преступления, заповеди Божьи. Люби и делай все, что хочешь. Имеется в виду не любовь как плоское чувство, а любовь как совокупное совершенство. Такое определение этого слова дается в Новом Забете. А эта любовь изливается в сердца наши Духом Святым. И когда мы ее имеем, это залог того, что мы можем исполнять закон. И мотивация исполнения заповеди от избытка подлинной духовной любви. И Павел далее пишет, то прославленное по закону даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего, то есть того, что по благодати. «Ибо если приходящее славно, то есть Ветхий Завет, тем более славно пребывающее». Новый Завет – это последнее откровение от Бога, которое содержит в себе полноту, как и сказано в Евангелии от Иоанна, «Ибо закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа». В Блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, представьте, что мы сейчас возьмем свечку и со свечкой на улицу к солнышку выйдем. Свечка, конечно, светит, но она не кажется светящей по сравнению со светом Солнца. Также и та слава, которая была в Ветхом Завете, меркнет в лучах появившейся новой славы, славы новозаветной, славы очищения. Поэтому слова Нового Завета больше, как солнце, больше лучинки. Это не значит, что закон был зол, нет. Закон добр, но он слаб, то есть не способен. Поэтому и слава его, хоть и блистательна, но она слаба по сравнению с той славой, которая открывается в христианах. Даже если сравнить по обещаниям, что обещает закон, если ты выполнишь его? Благоденствие на земле. Ты будешь благословен в городе, в поле, в детях, но закон не обещает благоденствие на небе, а благодать Божия обещает вечную жизнь, которую не обещает закон. Конец цитаты. И далее апостол Павел пишет, «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал, покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». То есть люди не могли даже смотреть на сияние, которое исходило от головы Моисея, который в течение сорока дней общался с Богом. А апостолы Иисуса Христа, Петр, Иаков и Иоанн, созерцают уже преображение самого Мессии Христа. 14 стих Павел пишет, «Но умы их ослеплены», то есть умы тех, которые не последовали за благодатью, а остались в ветхозаветном состоянии. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». То есть то, что происходило с Моисеем, вот это сияние, оно указывало на грядущее изменение человеческой природы. А ветхозаветные заповеди, они относились не к изменению природы, а к тому, чтобы неплохо жить на земле. И когда иудеи читают Писание, вот это нечувствие света мешает им, мешает им по мысли апостола Павла понимать смысл этого Писания. Но если они обращаются ко Христу, то все Писание начинает светиться, они как бы сдергивают покрывало с этого слова, и не надо бояться теперь света. И преподобный Ефрем Сирин пишет, «Поскольку омрачились мысли их, и они не могли узреть таинств, бывших в законе, то есть в формате прообразов, ибо до сегодняшнего дня, когда читают Ветхий Завет, то же самое покрывало, простерто между лицом Моисея и глазами их». Тоже покрывало, простерто между буквой Моисея и умами их, потому и не видят они того, что должно упраздниться через Христа, то есть быть измененным. И 17 стих Павел пишет, «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода». То есть во Христе мы имеем свободу в наших действиях, ну, как и Августин выразил эту мысль, имея в виду, что Дух – это есть Дух любви, люби, делай, что хочешь, то есть мы свободны в наших поступках, в деяниях, если подлинная любовь, не плоская, а духовная, наполняет наше сердце. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. И святитель Григорий Богослов пишет, «Дело в том, что Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а Сына не столь ясно. Новый Завет открыл Сына и дал указание о Божественном Духе. Ныне в нас жительствует Дух, даруя нам яснейшие, яснейшие понятия о себе, ибо небезопасно было, когда еще не было исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и когда еще не был признан Сын, возвещать о Святом Духе. По этой причине, думаю, и на учеников Дух нисходит постепенно, соразмеряясь с силой приемлющих. В начале Евангелия по страданию, по вознесению, то совершая через них силы, то он дается им через дуновение, Дух Божий, то является в огненных языках, и Иисус возвещает о нем о Духе Святом постепенно, как ты сам увидишь при более внимательном прочтении. Это из трактата святителя Григория Богослова о Святом Духе, слово 31. То есть, ветхозаветные люди, они не могли созерцать истину, даже сами апостолы, они постепенно вводились в тайну Божества Сына Божия и в тайну Божества Духа Святаго. А тайну Божества Духа Святаго христиане смогли понять и принять только в результате того, что Дух Святой сам вошел в них и научил и наставил их на всякую правду. Ветхий Завет, Ветхий Завет, он свидетельствовал о Божественном Единстве, о Божестве Отца, но он только указывал на Божество Сына, а полнота откровения это в Новом Завете и в жизни Церкви, которая приняла Духа Святаго. И современные экзегеты пишут «У греков есть много историй о метаморфозах, преобразовании людей, но греческие философы говорили о трансформации в божественный образ через созерцание божественных вещей. В свитках Мертвого моря говорится о праведном, который отражает божественное великолепие. Апостол Павел мог бы обращаться к своим читателям через такие знакомые им в своей культуре образы за минусом обожествления. Но в основе его образного представления просто отражение Моисеем славы Божьей, как это видно из контекста. Находящиеся под действием нового Договора Завета христиане несут в себе славу Божию даже в большей степени, чем Моисей. Итак, они подобно Моисею преобразуются, чтобы отражать славу Божию через его дух. То есть христианин являет не только славу единого Бога, христианин являет славу именно триединого Бога и Отца, и Сына, и Святаго Духа. Таким образом мы видим, как из поколения в поколение от одного завета до другого происходит удивительная трансформация, когда истина Божия раскрывается во всей полноте, объемляя собою верующих людей. Ибо мы принимаем догматы веры в той мере, в какой можем их вместить. Но силой Духа Святаго мы можем вместить в себя и невместимые. Итак, сегодня мы провели еще одно занятие. Это третья глава второго послания Коринфянам первого Верховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.